Здравствуйте, уважаемые люди мира! Меня зовут Марина, это мой канал Startup Human. Сегодняшняя тема видео – расшатанная психика и помогите спасти мир. Дело в том, что в 21 веке мы, человечество, страдаем не от того, что не научились считать и писать, а от того, что не умеем справляться со своими негативными эмоциями, когда дела идут не так, как нам надо. И некоторые люди могут выдержать больше, другие меньше, кто-то научился хорошо справлять свои эмоциями, но в принципе очень многих из нас расшатана психика. Что это значит? Есть такое выражение «тело боль» или «pain body», о котором я расскажу в других видео, но в принципе расшатанная психика, когда мы реагируем неадекватно на какие-то ситуации, сильно раздражаемся по мелочам или вообще очень негативно, эмоционально ко всему относимся. И почему так происходит? Потому что мы скопировали эти модели поведения у наших родителей или людей, близких к нам, и выработали какие-то реакции на раздражители. Поэтому относиться ко всем нужно как к людям с расшатанной психикой. Что это значит? В психологии есть целое понятие прерывания негативных моделей поведения или pattern interrupt по-английски. По-русски я называю это «прикончим их добротой», конечно же, модели, не людей. Как это работает? У вас в жизни, наверное, есть какие-то люди, которые кричат, ругаются, если что-то идёт не так. И вместо обычной реакции, которую эти люди получают на проявление своих негативных эмоций от вас, вам нужно поменять свою реакцию на что-то неожиданное или очень доброе. Например, если босс, жена, коллега или незнакомец ругается и кричит, то попробуйте не отвечать им тем же, типа «сам козёл» или «да как вы смеете» и не ухудшать их состояние. Какие варианты возможны? Как вам нужно отвечать? Первый вариант – просто промолчать, а про себя подумать. Пусть вселенная позаботится о тебе. Второй вариант – похлопать по спине или обнять, если это небезопасно в данной ситуации. Третий вариант – сказать что-то несоответствующее данной ситуации, что-то несуразное, может быть, даже смешное, что выбьет этого человека из колеи. Например, если человек говорит «тяжесть всего мира у меня на плечах», можно сказать «опусти мир и шагай дальше налегке». Или «я не могу пробить эту стену», надо сказать, ну тогда не надо пробивать, просто сдвинь её в сторону. И четвёртый вариант – просто относиться по-доброму и с пониманием и сказать этому человеку, что не очень хороший день выдался, да, чем я тебе могу помочь. Всё это для того, чтобы человек понял, что его реакция не находит подтверждения у других людей. И когда человек не получает желаемой реакции на его поведение, то эта модель поведения саморазрушается, потому что не получает подпитки. И когда она не получает подпитки, то она теряет силу, и со временем она исчезает, отмирает и отпадает. Самое главное – относиться к себе, как к человеку с расшатанной психикой, с осторожностью и пониманием, и просто, может быть, сказать, что не очень хороший день выдался, плохое самочувствие, ничего, как-нибудь справимся, главное – успокоиться. Может быть, сменить обстановку, развеяться, сделать какие-то физические упражнения, пробежку, отжимания, просто выйти на прогулку или принять холодный горячий душ. Также можно отвлечься от каких-то негативных мыслей и посмотреть любимый фильм или послушать приятную музыку. Пожалуйста, попробуйте эту модель прерывания негативного поведения и эмоций и поделитесь своими впечатлениями и результатами. Пожалуйста, помогите спасти мир от негативных эмоций и негативного поведения. Счастливо!